Доброго времени суток друзья, меня зовут Дима, я вас приветствую в проекте Joomla Sensei урок номер 101. В этом уроке мы рассмотрим модуль вывода прогноза погоды на ваш сайт. Данный модуль можно будет скачать на сайте разработчиков gavik.com, либо же у нас на сайте, ссылка будет в описании. Также к файлу модуля будет прилагаться русификатор. После скачивания модуля переходим в админку Joomla, переходим в менеджер расширений, выбирайте загрузочный файл модуля и устанавливайте. Я уже установил данный модуль, поэтому переходим в менеджер модулей и у нас появится модуль, я его уже переименовал. Ставим опубликовано, сохраняем и смотрим на этот модуль. Вот такой красивый модуль у нас появляется в выбранной позиции. Этот модуль имеет ряд настроек, можно будет менять город, также можно будет менять изображение, можно будет убрать прогноз погоды на следующие дни, можно будет убрать влажность, ветер. Перейдем к более подробным настройкам. Не пропустите мои топовые продукты по Joomla. Не забудьте указать привязку модуля к пунктам меню. В общих настройках можно переименовать название вашего города, по умолчанию это будет Варшава. Чтобы убрать название имени города из заголовка, нужно нажать пробел в этом поле и сохранить. Обновим страницу и название успешно убралось из заголовка. Это уникальный идентификатор, который можно будет посмотреть, перейдя по этой ссылке. Допустим, нам нужно выводить погоду с Берлина. Вот показывается страна и этот номер. Копируем, вставляем сюда. Пишем Берлин. Сохраняемся и обновляем страницу. Для интереса можно посмотреть в прогнозе погоды, какая сейчас погода в Берлине. Вот, два градуса. Ну, в принципе, совпадение практически один в один. Переходим к дальнейшим настройкам. В этом пункте настроек можно выставить настройки, отвечающие за отображение модуля погоды на вашем сайте. Все настройки предельно понятны и описаны на русском языке. Направленность отвечает за показ контента вашего модуля, вертикально или горизонтально. Также и отсюда вам можно выставить, показывать название города в заголовке или нет. Показывать или выключить показ влажности, выключить показ ветра. В каких единицах измерения показывать температуру в Фаренгейтах или в Цельсиях. Также можно убрать показ текущей погоды. Можно выставить или включить или выключить показ погоды на следующие дни. Можно выбрать тему для иконок. Также можно выставить размер иконок для текущей погоды и для будущего прогноза. На этом урок закончен. Хорошей вам погоды. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые и познавательные выпуски. Если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего, качественного хостинга для вашего лендинга на Adobe Muse или с сайта на Joomla, неважно, то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием «Хостик». Сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен. Главное примечание хостинга – тестовый период 30 дней. 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно. Второй очень важный момент – возврат денег в течение 45 дней, если вас не устроят услуги хостинга. Готовый КМС. Три года на рынке. Молодой хостинг – это очень важно. Онлайн-поддержка на высоте. Перейдя на хостик, вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник. Это онлайн-чат. Круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью. Лояльные цены, мощные сервера. Если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге, но он вам не нравится, служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним. У них есть замечательная акция – 3 месяца бесплатного хостинга. Ознакомиться с данной акцией вы сможете, перейдя на этот хостинг. При оплате за год можно сэкономить до 45%. А также для мощных сайтов хостик предоставляет мощные сервера. Вы меня знаете. Я вам плохого не посоветую. Итак, если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом, ссылочка под этим видео. Переходите и знакомьтесь. Субтитры создавал DimaTorzok